Это мой старый убитый велик, а это я. Падаю сверху. И в этом видео я отправлюсь на этом велике в другую страну. Времени сейчас 7 утра и настал момент отправляться в это незабываемое приключение на моем велике. Я выбрал Казахстан и мне предстоит проехать целых 600 километров от Новосибирска до Павладара. Все, ребят, время пошло и мне повезло на самом деле то, что мой дом находится близко к трассе, которая идет в сторону Павладара. Мне специально пришлось встать в такую рань, чтобы к концу дня успеть проехать хотя бы 200 километров. И по моим подсчетам в таком темпе я должен добраться за 3 дня. Чтоб вы понимали, в такое раннее время на улице очень холодно. Вы посмотрите, что вокруг творится. Все в тумане. Просто ничего не видно и мне кажется, что не самая лучшая идея ехать по дороге в такую туманную, холодную погоду, когда абсолютно ничего не видно. С начала моей поездки прошло только около часа и я уже очень сильно хочу пить, я очень сильно устал. Вообще, посмотрите, как на улице холодно и туманно. То есть вот этот вот весь синий просто на вас липнет, у меня все уши просто замерзли. Но несмотря на этот холод, я продолжил крутить педали, хоть и было очень тяжело ехать в мороз. Прошло еще где-то полчаса и могу сказать то, что я уже изрядно устал. Но единственный хороший плюс это то, что наконец-таки потеплело и этот туман рассеялся. К счастью, погода улучшилась. Стих ветер и я без труда проехал еще столько же. Первые 50 километров сделаны. Я сделал свой первый чекпоинт, чтобы просто перекусить. Хорошо то, что я с собой из дома взял вот такие вот сникерсы, сейчас немного перекушу и отправляюсь дальше. Ура! Первые 50 километров. Я на самом деле очень рад, потому что я сюда ехал с таким большим трудом. Перекус. К сожалению, время обеда подошло к концу. Я отправляюсь дальше. Следующую остановку я свою планирую сделать где-то через 50 километров. Я проехал еще 50 километров примерно за 4 часа и добрался до первого большого населенного пункта. Я наконец-таки доехал до первого настоящего большого населенного пункта под названием Ордынка. Короче, что я хочу сейчас сделать? Во-первых, перекусить, попить воды, потому что запас воды у меня закончился. Я очень сильно устал хотя бы полчасика отдохнуть здесь. Не знаю, накачать колеса мне тоже нужно, потому что они немного подспустились. Сейчас нужно найти какое-то место с перекусом. Я немного подкачал колеса и пошел кушать на заправку. Я нашел нормальное место для перекуса, взял себе доктор Пеппер и один потом сейчас перекушу и отправлюсь дальше. Спасибо большое. Очень быстро закончилось время моего отдыха, но могу сказать, что силы наконец-таки ко мне вернулись. После одной баночки вот этого доктора Пеппера и хот-дога я теперь могу херачить еще быстрее, чем до этого. Я продолжал ехать и ехать, и тут мне пришла супергениальная идея немного срезать по проселочным дорогам. Я, походу, заблудился. Я, короче, какую-то увидел тропинку объездную и решил сократить таким образом маршрут. В итоге я попал сейчас в поле, где уже никакой тропинки нет, а моя дорога, которая главная была, она где-то там параллельно, то есть слева от меня. Мне как-то сейчас до нее нужно добраться. Ура! Кое-как вытолкнул этот велик с поля. Там реально было именно настоящее поле. Сперва начиналось примерно с такой тропинки, и после этого это превратилось в поле, по которому я толкал велосипед. Кое-как на нем ехал около двух километров. По итогу мы имеем где-то около 7 часов вечера и 40 или 45 километров до финальной точки на сегодня, где я планирую заночевать под названием, под крутым названием Кочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не очень сильно устал, это, наверное, самый жесткий ролик за всю историю, потому что ехать на велике с рюкзаком очень-очень тяжело, особенно если учитывать то, что это целых 600 километров до Казахстана. Я в очередной раз перекусил и немного передохнув продолжил свой маршрут, и, к сожалению, уже начало темнеть. Мне сейчас срочно нужно одевать вот эту вот строительную жилетку, чтобы просто водители могли видеть меня на дороге. Я думаю то, что ночью очень-очень опасно гонять вот так вот на велике посреди трассы, поэтому обязательно, обязательно аксессуар вот этот. Продолжаю ехать до кочек. Тут, блядь, повсюду кочки, я еду по кочкам. Пиздец, здесь дорога, конечно. За вот этой полоской ограничительно буквально сантиметров пять, чтобы я ехал на велике. И машины, блядь, буквально в миллиметре от меня проезжают. Мне это уже начинает бомбить, я, блядь, по какой-то щебенке сейчас еду. Похоже, ребят, я наконец-таки доехал до этих кочек, и вот он уже знак кочки. Неужели? Посмотрите, кочки! Неужели? Как же я рад оказаться в этих кочках, потому что было очень-очень супер страшно ехать по этой темноте, потому что я боялся, что будут какие-то дикие животные или меня задавят, потому что буквально абсолютно кромешная темнота была на этой трассе. Сейчас осталось только найти отель и пойти спать, потому что сил у меня уже просто нет. Извините, не подскачьте, а где здесь есть отель, может быть, или гостиница? Есть что-то? Ты проедешь вот тут буквально сзади, чуть-чуть, и справа там написано «Малина». Я нашел отель, вот так вот выглядит место моего ночлега, отель «Малина». А вот место ночлега для моего байка, просто замок на улице, потому что не разрешили его затащить внутрь. Пора спать. Я доехал, наконец-таки я доехал до номера, снял вот такой вот неплохой номер здесь на трассе. На самом деле это был единственный отель, что здесь есть. Здесь есть чай, есть стаканы, также есть телевизор. Ну, короче, вот такой вот неплохой номер. Это на самом деле первый раз, когда я остановился в придорожном отеле, просто на трассе в каком-то мотеле. На самом деле не такой-то он и плохой, в принципе, я обычно живу в более худших условиях, когда куда-то путешествую. Здесь есть туалет, душ, короче, все обычные условия, но сейчас, я думаю, мне уже нужно отправляться спать, потому что время не доходит к 11 часам. Доброе утро, ребят, я опять проснулся в таку раннее. Сегодня нужно проехать такое же расстояние, как вчера, поэтому опять пришлось встать так рано. На улице страшно холодно, и у меня страшно болят ноги после вчерашнего дня. Но я продолжаю, потому что я должен доехать до Казахстана на этом велике. Сегодня оказалось гораздо холоднее, чем вчера, я думаю, срочно сделать вынужденную остановку, потому что ехать просто невозможно, у меня замерзли уши, пальцы на руках, ноги. Я вот здесь увидел кафе, прям посреди трассы, думаю, здесь должен быть чай. Думаете, получится на велосипеде до Казахстана доехать? Уже уже погода как бы нормальная. Я немного согрелся и перекусил, но, к сожалению, это быстро закончилось, пора продолжать свое путешествие на велике. Let's go! Очередной перекус. Перекус это единственное на самом деле, что мне нравится в этой поездке, потому что я жестко устаю, когда еду, блядь, то по камням, то между машинами, которые, блядь, вот так вот рядом пролетают. Кстати, ребят, зацените конструкцию, на которой держится моя камера. Как вам конфигурация? Без этого бы не было этого ролика. На протяжении всего дня единственное, что я делал, это ехал, ел и кушал, ехал. Как же я устал. Ел, ехал, ехал. Все еще еду. Доехал я до города Карасук, пора отдыхать, я очень сильно устал. Сейчас найду отель и отправляюсь спать. Сегодня мне удалось доехать гораздо быстрее, чем вчера. Ну как гораздо быстрее, сейчас где-то 10 или 10-15. У нас, короче, около 10 часов вечера. Ура! Даже не верю, если честно, что это произошло во второй раз. А вот и мой отель на сегодня. Я нашел отель, снял в нем номер и оказалось, что в этом отеле есть аквапарк, в который я тут же и отправился. Горка оказалась не рабочая. Хорошо, что я не начал вот с этой красной, которая в замкнутом пространстве, потому что иначе бы я там застрял. А после купания обязательно нужно погреться в банке. Здесь также есть крутая баня. Кайфово, как же здесь круто. После бани я сразу пошел спать, так как очень сильно устал. Утром я заскочил на завтрак, который тоже был включен в стоимость номера и в очередной раз отправился в путь. Финальный день моей поездки я решил сегодня немного отоспаться и стартануть только в 8 утра, потому что я вчера очень сильно устал. И мне ехать всего лишь 50 километров. Решил не ехать до Павлодара, так как особого в этом смысла никакого нет. Поэтому сейчас я еду на казахской границе. И все, челлендж должен быть выполнен. Let's go! Я из последних сил продолжал крутить педаль, ведь до Казахстана оставались считанные километры. Буквально несколько километров мне осталось ехать до границы. Я сейчас около деревни под названием Павловка. План у меня такой. Я доезжаю до пограничного пункта, перехожу границу и все, я в Казахстане. Я не верю, что скоро это наконец-таки произойдет. Я сейчас прохожу границу. Вот уже виден казахстанский флаг. Я прошел границу буквально за 10 минут и оказался в Казахстане. Ура! Неужели я доехал? Я просто в это не верю. Я в Казахстане. Спустя два целых дня и половину третьего сегодняшнего дня я наконец-то добрался на этом велике до Казахстана. Как же я рад, как же я рад. Это было очень тяжело, вы даже не представляете как, но я здесь. А если хочешь, чтобы в следующий раз я отправился пешком до другой страны, ставь лайк, подписывайтесь на канал. Все это нажимай, колокольчики отправляй всем своим друзьям. Но на этот раз все. Я доехал до Казахстана на велике из России, это было очень тяжело. Скоро новый видос. Всем пока.